Игорь Китаев Это произошло из-за ухудшения прогнозов по росту мировой экономики, а также вследствие обвального падения американского фондового рынка. Дровишек для удорожания драгоценного металла добавляет и увеличение военной напряженности на Ближнем Востоке. В этих условиях золото становится привлекательным защитным активом, и цены на него идут вверх. Для России рост желтого металла выгоден. Значительная часть наших международных резервов хранится именно в нем. Центробанк последние два года активно скупал золото. Этим он снижал зависимость от доллара. Сейчас пришло время пожинать добрые плоды этой политики. Благодаря стабильным резервам наша экономика защищена от дефолта, а рубль в любой момент может быть поддержан за счет валютных интервенций. Сейчас по размеру золотого запаса мы на седьмом месте в мире. На конец 2015 года поголовье свиней в Крыму составляло 151 тысячу. Рост за год составил почти 8%. Это данная Крымстата. Внезапная эпидемия африканской чумы довольно сильно бьет по показателям свиноводства. Счет погибших и умершвленных животных уже идет на тысячи. Популяция свиней может снизиться до уровня начала прошлого года, когда этих парнокопытных в Крыму было 140 тысяч. Точный ущерб еще неизвестен, но можно с уверенностью говорить, что он является восполнимым. Крымское животноводство показало в прошлом году хорошие темпы роста. Если они сохранятся, то поголовье вернется на прежний уровень очень быстро. Для сравнения добавлю, что в Краснодарском крае количество свиней 450 тысяч, в три раза больше, чем у нас. Но там и потребности в мясе выше, потому что население 5,5 миллионов человек. Статистически обеспеченность крымчан своей свининой даже после понесенных потерь останется примерно как на Кубани. Важная информация для тех, кто ищет работу. Крымская служба статистики «Крымстат» проводит набор временных работников. Требуются инструкторы и переписчики. Они будут участвовать во Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет летом этого года. Заработная плата – 16 200 рублей в месяц у переписчика и 16 800 у инструктора. Высоких требований не предъявляется. Возраст старше 18 лет, умение работать на компьютере, желательно иметь опыт участия в переписях и социологических обследованиях. Подробности на сайте госстат.краймия.ру Крымский Центр инвестиций и регионального развития сопровождает 3,5 сотни бизнес-проектов. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Бережная. Их суммарная стоимость – 700 миллиардов рублей. За год эта цифра выросла почти в 20 раз. Центр оказывает бизнесменам всестороннюю консультационную и аналитическую поддержку. 80 инвестпланов уже находятся на стадии согласования. В основном деньги будут складываться в строительство, сельское хозяйство, санаторно-курортный комплекс и промышленность. Хорошие новости поступают и из Севастополя. Там продолжает увеличиваться число резидентов свободной экономической зоны. На данный момент их уже 111. Директор городского департамента экономики Элимдар Ахтемов сообщил, что эти предприятия задекларировали 3 миллиарда рублей инвестиций. В их планах создать 3300 рабочих мест со средним уровнем заработной платы 28 тысяч рублей. Получать экономическую поддержку от государства можно не только в рамках СЭЗ. За прошлый год более 4000 севастопольских предпринимателей получили помощь от правительства города. Ее общая сумма составила 46 миллионов рублей. Это делалось в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Крыму нужен экономический рывок, а подобные меры позволяют очень быстро получить высокие результаты. За прошлый год в Крыму отдохнуло 4 миллиона 600 тысяч человек. В этом ожидается рост данного показателя еще на 10%, до 5 миллионов отдыхающих. Такие данные привела Ольга Бурова, замминистра курортов и туризма. В структуре туристического потока большинство – россияне. Их доля – 88%. На втором месте – украинцы – 10%. Оставшиеся два приходится на жителей других стран. Сильная сторона Крыма – это не только пляжный, но также оздоровительный и культурно-познавательный туризм. Они востребованы как летом, так и в другие сезоны. Полуостров может принимать отдыхающих круглогодично. По данным Википедии, рекордное число гостей за год у нас было 8 миллионов 300 тысяч человек. Это 88-й год, незадолго до распада Советского Союза. Хочется верить, что в ближайшие годы этот рекорд будет побит. Центробанк России продолжает аннулировать лицензии у ненадежных банков. Недавно печальный список пополнил Интеркоммерц. Он, кстати, входит в сотню крупнейших банков страны, 67-е место в рейтинге. Эта тема не только общероссийская. Дело в том, что в прошлом году были закрыты банки Смолевич, Мастбанк, Академический русский банк, Агроинкомбанк, которые имели свои филиалы в Крыму. Чем же проштрафились эти кредитные учреждения и насколько их уход оздоровил финансовую систему страны? На эту тему мы поговорим с кандидатом экономических наук, доцентом Александром Петровичем Бондарем. Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте. Ну, расскажите, какое количество банков в России сейчас, какое было и вот это уменьшение, насколько большую роль играет? На начало 2016 года в России имеют лицензии 773 кредитные организации. Если взять, рассмотреть динамику, то за последние пять лет количество банков, которые имели лицензию, уменьшилось почти на 200 организаций. То есть, вот пять лет назад было 773 кредитные организации. Много это или мало, вот если посмотреть на общее количество и на долю этих ликвидированных банков в общем количестве, это как будто бы много. 200 из существующих в настоящее время 700 с лишним банков, это почти 20 с лишним процентов. Но если посмотреть на их долю совокупных активов в банковской системе Российской Федерации, то доля их очень несущественна. Вот в Российской Федерации 200 самых крупных кредитных организаций владеют 95,6% совокупных активов. То есть, на остальные более чем 500 кредитных организаций припадает всего лишь 0,6%. То есть, финансовая система особой утраты не понесла из-за этого? Да, не понесла. Хотя, конечно, и встречаются банки, которых лишают лицензии, которые входят в первую сотню, как вы это назвали, интеркомерс. А также Нежпромбанк, вот те два наиболее ярких примера, которые лишились лицензии в начале этого года. Но в целом лишаются лицензии очень маленькие банки, которые не имеют существенного влияния на общее стояние банковского сектора. Но у агентства страхования вкладов хватит денег для того, чтобы расплатиться с вкладчиками в пределах у тех полутора миллионов, которые установлены по закону? Надо учитывать такой факт, что стабильность банковской системы, она базируется на доверии к ней населения. И государство просто обязано поддерживать это доверие. И Центральный банк Российской Федерации очень сильно помогает нашему агентству для того, чтобы агентство своевременно рассчитывалось вкладчиками. Да, достаточно сказать, что в июне 2015 года Центробанк выделил кредит на льготных условиях в размере 110 миллиардов рублей. Сейчас, говорят, еще 140 миллиардов рублей. Поэтому Центробанк в любом случае придет на помощь и даст необходимые средства, чтобы агентство рассчиталось вкладчиками таких банков. Но, кстати, не все банки являются участниками этой системы гарантирования вкладов. Скажем, ушедший Джастбанк и Русский Академический банк, они в этой сфере не состояли. Как в этом случае происходят расчеты с вкладчиками? Продаются активы, забираются деньги с текущих счетов и отдаются людям. Каким образом это происходит? Это уже исходя из утвержденной процедуры банкротства за счет ликвидации оставшихся активов. Конечно, поступивших средств будет, конечно, недостаточно, чтобы покрыть все обязательства этого банка. Ну, такова жизнь. Вкладчики также знали, на что они шли, когда несли у банка, который не является участником системы страхования вкладов. Соответственно, они несли повышенный риск. Ну да, получается, что мелкие, ненадежные банки, они завлекают людей большими процентами, низкими комиссиями. Но при этом люди несут огромные риски, что этот банк может схлопнуться и закроется. Это да. Один из индикаторов того, что банк может в будущем лишиться лицензии, это высокие процентные ставки низкой комиссии. Потому что банк хочет любым способом удержаться на плаву и привлечь новые средства. Кстати, вот пример Интеркоммерсбанк. Я просматривал динамику их депозитов. Но депозиты, то есть вклады населения за этот год, до момента лишения лицензии, в них только выросли. То есть это говорит как раз о том, что этот банк активно привлекал вклады. Ну, таким образом, Центробанк в лице Эльвира Набиулина посылает нам, жителям России, четкий сигнал, что пользуетесь только услугами крупных, надежных банков, которые, по крайней мере, входят в систему гарантирования вкладов. Такая тенденция, она присуща всем странам. Вот когда я только начинал заниматься преподавательской деятельностью в середине 90-х годов, количество банков в США было около 14 тысяч. Сейчас их осталось около 7 тысяч. И подобные тенденции наблюдаются и в Западной Европе. Я просматривал статистику по Российской Федерации. Вот доля крупнейших пяти банков на рынке банковского сектора Российской Федерации по величине актива составляет сейчас где-то 56%. И каждым годом их доля увеличивается на несколько процентов. В целом, эта тенденция, она присуща всем ведущим странам. В Европе, например, доля таких пяти банков составляет в среднем около 40%. В Китае 78%, еще больше. То есть идет монополизация такая плавная. Да, да, да. То есть к этому надо относиться спокойно. Потому что чем крупнее банк, тем выше его возможности по оказанию качественных банковских услуг. И, соответственно, снижение себестоимости предоставляемых услуг. Но, с другой стороны, маленькие банки, они также находят свою нишу на рынке и будут также функционировать. Те банки, которые не смогут приспособиться к изменяющей среде, конечно, будут потихонечку ликвидированы. А вообще по каким самым главным причинам аннулировали лицензию? Чем проштрафились эти банки, которые ушли с рынка? Самая главная причина – это низкая величина собственных средств банка по отношению к активам. То есть есть такой норматив – это отношение собственного капитала к активам, взвешенного на уровень риска. Его нормативная величина в Российской Федерации составляет минимум 10%. Если кредитная организация допускает значение этого показателя на уровне 2% и ниже, сразу же автоматически Центробанк принимает решение о отзыве лицензии. Также, если кредитная организация уменьшает размер собственных средств меньше чем 300 миллионов рублей, также автоматически сразу же решение о ликвидации лицензии. Плюс, если какая-то кредитная организация в течение 14 дней не выполняла взятые на себя кредитные обязательства перед клиентами, также автоматически принятие решения о ликвидации лицензии. Плюс, еще Центробанк имеет возможность при своем желании ликвидировать лицензию, если будут доказаны случаи, что банк получил лицензию на основе ненадлежащих данных, если выполняет операции неподусмотренные лицензии, если в течение года не выполняет банковские операции, если не выполняет судебные решения и так далее. Это уже по желанию Центробанка. То есть лицензию забирают по справедливости за какие-то серьезные нарушения? Да. Еще раз говорю, что банковская система базируется на доверии населения. И Центробанк, как наш регулятор, он заботится о том, чтобы банковский сектор обладал достаточной финансовой источностью. Хорошо, Александр Петрович, спасибо, что пришли в нашу студию и ответили на опросы. Удачи вам. Спасибо. Вам также. Семья – это ячейка общества, залог успешного развития экономики. Она является источником потребительского спроса и кузницей кадров для народного хозяйства. В Крыму за прошлый год было заключено 17,5 тысяч браков. Это рекорд за 10 лет. Если люди столь активно создают семейные пары, значит, у них есть уверенность в завтрашнем дне. Это очень важно для развития экономики. На этом у меня вся информация на сегодня. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова